Друзья, Новосибирск, 26 января. Пенсионеры начинают вторую волну против антинародных законов, которые на принимала власть в последнее время. Друзья, Франция уже здесь. Да, мы хотим, как во Франции, где народ отстаивает свои права на достойную жизнь. Россия не ездят в Арабские Эмираты и видят, как в пустыне на песках можно создать цветущую страну с деревьями, водоемами, жизнерадостными людьми на нефтяные деньги. Имея мозги и желания, а наше правительство, уже владея уникальными ресурсами, умудряется пилить тайгу леса, загрязнять водоемы и реки и озлобить народ так, что 70% России не ходит ни на какие выборы. Мозгов не хватает у правительства от неболтовства и славоблудия. Мы мирные люди, но наш бронепоезд в желтом жилете стоит на запасном пути возле железнодорожного вокзала. Вы рождены в 20 веке. Так давайте поможем 21 веку победить зло. Настало время перебен для нашей великой, могучей России. Здравствуйте, друзья. Россия, как мы видим, грабится и грабится под защитой воинов, офицеров МВД и прокуроров. Все действие делается только против народа. Почему власть работает в интересах олигархов и против нас? Потому что эта власть бандитская. Пенсионная реформа. На что она направлена? На то, чтобы отобрать у людей последнее. Чтобы отобрать пенсию, которую люди заработали. Ни на что другое. Все страны мира уже понижают пенсионный возраст. И только в России повышается. Все то, что вводится, все налоги. Все против народа в интересах олигархов. Эта власть бандитская. Последнее то, что они делают, вы знаете. Они вводят наказание за критику власти. То есть ответственность за неуважение к власти. Уважение важно заслужить. А не затыкать рот людям. А на России все делается в обратном порядке. Давайте вспомним, как поступают все бандиты, когда грабят человека. Они ему рот затыкают и грабят в темноте. Точно так же и в России власти поступают почему-то по отношению к народу. Новосибирск, друзья, это наш общий дом. И именно мы с вами должны навести в нем порядок. Успехов всем, друзья! Теперь в 2000-м приходит Владимир Путин на должность президента. Это урезанная должность главы России. И теперь он может девятилетнюю страну, лежащую в оккупации, вывести в одиночку. Долой Путина! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Позор! 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 Я недавно узнал, что даже есть в стране школы, то есть что дети ходят в холодные туалеты на переменах. Выходят из школы в деревянные туалеты во порыв. Вот у нас 21-й лет, вот наше правительство. Что мы не должны за это критиковать? Конечно должны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова